Просто для животных есть свои параметры, определенные параметры, которые дома должны соблюдать. И не у каждого дома есть возможность вообще с животными селить людей. Почему? Это тяжело. Мы же вообще иммиграцией занимаемся, наш профиль основной, да? И у нас часто приезжают клиенты. Вы знаете нашу компанию или не знаете? Ну, я переписался в контакте, но мне... Ну, Русская Америка, напишите в Ютубе, Русская Америка, там видео мои, вы голос мой узнаете и увидите. Вот. И мы часто, как бы, у нас клиенты, которые с животными приезжают, и все время были проблемы с ними, всегда. Даже в домах, в которых разрушены... Юр, ну а как бы даже есть отдельные какие-то дома, которые вот в дом... Ну, если вы дом снимете частный, понимаешь, как бы, то там уже, как бы, проблем не будет. Опять же, иногда бывает снимают, а животных потом, когда лондлорд не видит, приводят на следующий день, или там через два часа, когда договор подписан, понимаешь? Нет, ну мы же хотим все честно, мы честно... Ну, молодцы, что вы честно хотите, но я говорю, как иногда делают, потому что не могут ничего найти, идут уже на такие вещи, на улице не жить... Ну, а все равно же потом узнаешь, что животные появились, мы-то хотим все, чтобы было по-честному, хорошо все. Ну, конечно, лучше все, вы правильно делаете, лучше, конечно, сразу все говорить. Я вам говорю, что так иногда делают, я не говорю, что так надо делать. Вы правильно, вы говорите правильно. Но я сказал, что я вам помочь не могу в вашем случае, потому что очень сложно, и у меня сотрудники загружены, и я не могу просто выделить вам, выделить время. Да, ну даже, как бы то, что если агентские будут там больше, я не знаю, как-то... Да мы ресерч, мы же как бы агентские не берем, мы же только ресерч сделаем, мы 500 долларов берем. Ну, Юрь, ты понимаешь, что как бы... Нет, не возьмусь, я не возьмусь, я не могу разорваться, и то, что я не могу сделать, я говорю, я не могу, это я сделать не могу, сори. Юрь, а может посоветуй нам кого-нибудь еще? Я не знаю, не знаю, даже не знаю, кого посоветовать. Я даже не слышал, что кто-то еще занимался, кроме нас, вообще, ресерчем. То есть, есть риелторы, ну звоните на риелторы, их миллион, этих риелторов. У меня у нас одна девушка, потом она сказала, что... Вот у нее вчера, Валя, там тоже в контакте нашел, она сказала, что есть вариант, вот Борис Ванта, вот она мне сегодня должна ответить, должна с ней поговорить. Что вот от нее ответ, потому что до этого мы, в принципе, рассматривали какие-то варианты там, ну, где-то... Нет, видите, кто-то тоже это делает, значит, может быть. Но я не встречал. Но в основном это риелторы есть, но риелторы это полноценно, они вам будут показывать, там, договора подписывать. Мы это не можем делать, у нас нет на этой лицензии, как бы, у нас есть лицензия на миграционную деятельность, вот, на миграционный консалтинг. Но касающиеся этого, мы просто не можем, у нас баз таких нету, которые есть у риелторов, каких-то закрытых. У нас есть только общедоступные источники, либо какие-то платные сайты. И мы с этих платных сайтов, либо с общедоступных источников выбираем, ну, их много, конечно, многие, вы наверняка их не знаете, все мы их знаем. Мы оттуда скидываем информацию. Мы там вообще какой-то сайт, где там нужно оплатить, у меня что-то PayPal не принимает, да? Ну, это не показатель, что вы оплатите, значит, вы там найдете, потому что у вас собаки. Это RDNY, это Sublet, я понимаю, какие вы сайты говорите. У нас есть эти сайты все, у нас эти сайты... А если вряд ли мы снимем там дом, если там живота привезла через некоторое время, а если такой вряд? Петя, говорите, все хотите честно, сейчас все-таки уж рассматриваете. Ну, потому что мы не можем поставить... Я не знаю, я не знаю, мы сейчас... Ну, я точно в это не буду ввязываться, в обман, да? Это я говорю, что так делают, но не мы так делают. Поэтому, потому что потом начнутся, мы-то будем говорить, вот... Да нет, я говорю, я понимаю, что это конечно, это все как-то автоматично. Ну, думайте. А когда вы прилетаете? Первый июня. Ну, понятно. А зачем вы летите? Что вы хотите делать? Что мы хотим делать? Ну, мы хотим пока посмотреть город. Ну, животных нельзя нигде оставить, не привозить их? Почему нельзя? Не, нельзя оставить, не привозить их, может быть, к ПК. Ну, не с кем, не с кем мы поставим, да. Мы, конечно, можем рассмотреть какие-то варианты, чтобы Андрей, хотя бы, кто-то за ними смотрел. Понятно. Ну, Юр, так положил руку на сердце, вы говорите, что сложно будет. Ну, очень сложно, очень сложно. В Нью-Йорке очень сложно. Рассмотрите, Данил Джерси подальше от Нью-Йорка, может быть, машину, туда вам лучше взять прокат. Там проще будет найти. Рассмотрите, где-то минут сорок. Airbnb, Airbnb, HomeAway, самый лучший сайт, это краткосрочный аренд. Ну, Airbnb, вот это, да? Ну, да, вот у меня, например, знакомые, как бы, принципиально не хотели в Нью-Йорке жить и рассмотрели там дальний Нью-Йорк. В частности, из-за Нью-Йорка нашли там шикарную квартиру за тысячу лет. В прошлом году был уже в Америке, две недели. Вы или вы жили, поясните, Нью-Джерси как раз там? Ну, вот видите, то, что я вам советую. Хорошо, ладно, определяйте. Если будут вопросы, вы можете потом ко мне в офис приехать. По иммиграции мы занимаемся. Напишите в YouTube, в поиске YouTube два слова. Русская Америка. И посмотрите мои видео. Да, посмотрите, я там очень подробно рассказываю о том, как жить в США. Все, до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, пока.